всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать систему джекасса урок номер 26 в этом уроке я покажу как организовать продажу цифровых товаров на вашем сайте интернет-магазине как это работает человек покупает товар и как только вы подтверждаете оплату то есть проверяете товар деньги пришли к вам на счет меняете статус на оплачено человек обновляет статус и видит сразу же ссылку на скачивание например книги в цифровом виде давайте посмотрим как это организовано для начала нам нужно загрузить цифровые товары к нам в магазин для этого мы переходим в админку нашего сайта переходим компоненты джекасса далее каталог и файлы заходим здесь нужно продумать вам если у вас будет много разных цифровых товаров на разные тематики то лучше подготовиться и создать папки чтобы у вас было все по полочкам и вы знали где что лежит у нас по умолчанию есть уже одна папка джекасса files мы правой кнопкой мыши по ней кликаем и нажимаем новая папка и можем назвать ее как угодно я кликну просто назову один по поводу русских названий не уверен лучше русские названия наверное не использовать в названии папки дальше я кликаю по папке и давайте загрузим туда какой-то файл нажимаю добавить файл я создал обычный текстовый документ выбираю открыть и нажимаем загрузить у вас может возникнуть такая ситуация что файл не поддерживается да вот как сейчас у меня текст на самом деле текст файл уже прописан в разрешенных типов файлах у нас не пустят к загрузке файлы с русскими названиями также имейте это ввиду я переименовал витя по-английски книга выбираю открыть и еще раз загрузить все файл загружен в папку 1 то есть это платные продукты которых нет в публичном доступе и которые будут доступны только после покупки теперь давайте произведем покупку посмотрим как это выглядит сначала нам нужно добавить книгу в соответствующий товар в продуктах на сайте в системе джекасса переходим в продукты я беру просто произвольный товар свой тестовый который не относится к товарам книгам просто чтобы вам продемонстрировать заходим в товар переходим детали файлы продукта здесь можно просто набивать название продукта и он он отобразится у вас здесь списке но я просто кликаем мышкой в этом поле так как у меня пока цифровой товар только один он здесь у меня высвечивается я вас сразу нахожу когда будет их много вам будет тяжело так просто его найти и придется здесь просто вбить название книги чтобы найти быстро данный файл выбираем его здесь чтобы он был выбран вот таким вот образом сохранить закрыть все товар цифровой добавлен к продукту на сайте давайте сейчас попробуем как покупатели совершить покупку идем на сайт обновляем страницу я нахожу данный товар нажимаю в корзину оформить заказ заполняем необходимые поля формы отправить заказ мы видим страницу ожидания ниже вся информация и вот под нашим товаром мы видим уже нашу книгу если мы кликнем по ней то мы не можем не скачать у нас всплывает предупреждение файлы будут доступны при успешном заказе также я советую для дополнительной безопасности ваш файл вашу книгу поместить в zip-архив и запаролить этот архив на сбежание каких-то ситуаций что человек каким-то образом там я не знаю все-таки сможет скачать не оплатив книгу да то есть он и не сможете равно открыть пока не будет знать еще пароль к архиву то есть когда вы точно увидите что оплата прошла человек сможет ее нормально скачать и уже там подготовить либо письмо либо выслать как-то ему на почту пароль от архива данного продукта которым купил со стороны администратора давайте посмотрим как это выглядит то есть нам по идее должно прийти письмо то что у нас совершен заказ мы переходим в админку также переходим заказы платежи заказы вот данный заказ мы проверяем он например оплатил товар мы нажимаем изменить статус заказа обязательно меняем успешно проведен то есть если человек действительно оплатил сохранить закрыть человек со своей стороны на сайте здесь можно нажать обновить статус и теперь книга доступна я по ней кликнул вот вы видите вот здесь внизу у меня произошло скачивание текст и документ то есть вот так примерно это работает на этом данный урок закончен если он был полезен поддержите меня пожалуйста лайком и подпиской на канал также подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет в описании не забывайте вконтакте голосовать какой бы вы хотели видеть видеокурс в новом 2018 году от меня тот материал который наберет больше всего голосов на тот материал и буду я делать видеокурс то есть в голосовании участвуют самые популярные расширение для джуму на этом я с вами прощаюсь и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe news или сайта на джум ли неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к м с три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции за сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь